Самое первое впечатление, которое у меня сложилось после того, как я просмотрел все проекты, которые ты мне присылала, это какая-то удивительная вовлеченность авторов в тему, и они как-то очень сильно просто со всей душой болели за те темы, которые они взяли для проработки, и что на самом деле было удивительно, потому что обычно, ну, мне по крайней мере так казалось, что вроде как сделаем и сделаем, и все, а тут видно, что люди делают эти проекты даже не столько для какой-то аудитории, а сколько для себя. Мне кажется, это все очень важно, поскольку в этом случае ты делаешь проект наиболее качественно и, ну, с учетом там очень мелких деталей, которые известны только тем, кто вот в этом проекте или в этой теме, что называется, варится долго. Вот, это первое, что запомнилось. Второе, что запомнилось, это уже, наверное, скорее на втором этапе, когда мы оценивали уже эти все проекты, а не просто просматривали блоги авторов, это желание сделать все красиво, желание сделать какие-то, ну, по максимуму использовать какие-то такие вот фишки мультимедийные. К сожалению, не всегда это было оправданно, то есть иногда, как мне показалось, появились вещи, ну, просто ради того, чтобы использовать тот или иной сервис, но это, в принципе, тоже даже неплохо для начинающих проектов, поскольку это все равно опыт, то есть люди как-то пользуются этими вещами, и я думаю, что в следующих проектах или развивая эти проекты, люди уже будут как-то какие-то ненужные сервисы для себя, ну, ненужные сервисы отсеивать. Вот, поэтому, конечно, важность и значимость вот того, что происходило в этом большом проекте «Мы мультимедийные мы», это, на мой взгляд, совершенно безоговорочно, мне кажется, это очень полезная штука была. Как тебе кажется, почему многие выбрали лонгриды как формат? Мне кажется, потому что это проще всего, чем делать долгоиграющие проекты. То есть лонгрид, ты вот собрал информацию, ты сделал ее доступной, интересной, качественной, в принципе, на этом проект закончился. И мне кажется, у многих людей была такая вот установка на весь этот проект «Мультимедийные мы», что сделать какую-то законченную вещь. То есть, судя по тем проектам, которые мы оценивали, далеко не все эти проекты имеют какое-то продолжение, какое-то развитие. Вот, поэтому, мне кажется, исключительно и из-за этого. Но я думаю, что, посмотрев в итоге на весь список участников и весь список готовых проектов, думаю, все участники «Мультимедийные мы», они должны, в общем, для себя сделать выводы, что «Мультимедийный проект» — это не обязательно лонгрид. Это может быть новостной ресурс, это может быть блок, это может быть все что угодно. Это может быть база данных, да, это может быть, не знаю, какая-то пополняемая карта, социальная сеть, что угодно это может быть. Вот это, кстати, получается уже, наверное, третий плюс вообще всего этого проекта «Мультимедийные мы». Продолжение следует...